здравствуйте дорогие мои зрители гости с вами любовь отчинникова хозяйка этого канала я вас приветствую и я снова в гостях рядом со мной анатолий михалыч привалов хирург-ортопед кандидат медицинских наук президент международной федерации хирурги и стопы здравствуйте анатолий михалыч здравствуйте любовь николаевна очень рада вас видеться в кабинете всех клинике здрасте уважаемые зрители несмотря на то что анатолий михалыч только что провел операцию, он любезно согласился ответить на ваши вопросы, которые поступили после недавнего видео о моей подписчице, которая приехала из Молдавии и сделала операцию. Она уже уехала, Анатолий Михайлович. Она через сутки после нашего видео уже улетела, находится еще дома, продолжает реабилитацию, ходит в этих башнюшках. Слава Богу, все хорошо. Пожелаем ей удачи и скорейшего выздоровления. Обязательно. Но, дорогие друзья, Анатолий Михайлович внимательно изучил все ваши комментарии, несмотря на свою занятость. И я попросила как-то их объединить и ответить на все ваши вопросы, которые вы задали Анатолию Михайловичу и ватсап, да, Анатолий Михайлович, и непосредственно на почту, и на канале, для того, чтобы вот так вот всем организованно ответить на вопросы. Спасибо, Анатолий Михайлович, что вы согласились. Всегда пожалуйста. Итак, Анатолий Михайлович, все вопросы моих подписчиков объединены как бы в один такой большой блок, который называется «Страхи». Страхи. И вы вычленили, так сказать, их ну, примерно 6-7. Но я скажу, что это перед операцией был и мой самый большой страх. Я по большому счету не боялась самой операции, но я боялась реабилитационного периода. И вот буквально сегодня залезла на антресоль, чтобы посмотреть обувь, да, и увидела свою страшную обувь, которая была, знаете, в расширении, растянута до необычных разберов. Когда мне сказал мастер, что дальше тянуть нельзя, потому что рванет кожа, я вот вспомнила, какой для меня это был ужас. Так вот, Анатолий Михайлович, пожалуйста, ответьте на вопросы по этим страхам. Уважаемые подписчики канала, я получил много звонков, много писем, и мы, действительно, поговорив, разбили на несколько групп. Самый главный страх, это страх возникновения боли. То есть все жутко боятся, что будут жутко болеть, не сможем ходить, не сможем подниматься из-за боли. Современные анестезиологические методики, которые мы даем во время операции, таковы, что болевой синдром купируется до его возникновения. То есть человек в постсооперационном периоде боли не чувствует. Если вдруг что-то типа боли возникает, первые сутки под наблюдением он находится в нашей клинике, всегда находится дежурная сестра, всегда есть назначение, можно вести нужный препарат, и болевой синдром будет моментально купирован. Со следующего дня, когда мы людей выписываем, болевой синдром уже никого не беспокоит. Поэтому боль может быть небольшая, и только в первые сутки. Но в связи с тем, что человек находится в клинике под наблюдением, моментально можно ее купировать, и поэтому никакого болевого синдрома уже ни в этот день, ни в следующий не будет. Поэтому боли боятся дежурно. Я подтверждаю, это я подтверждаю, подтверждают все те, кто сделали операцию. Второе, чего боятся, что я в нежном возрасте, там 60 лет, 65, 73, у меня есть какие-то заболевания, и я боюсь операции. Дело все в том, что возраст не противопоказания к операции, а показания к правильному выбору методики, и к правильному подготовке пациента. Поэтому средний возраст, который я оперирую, это 60-84 года. Поэтому ни 60 лет, ни 50, ни 70, ни 80 не является противопоказанием. Просто заранее вы будете обследованы, мы возьмем необходимые данные, подберем вам анестезию, и подберем наиболее мини-инвазивную операцию для вас. Поэтому возраст также не является страхом, критерием, запрещением для этого вмешательства. Следующее, чего очень боятся, смогу ли я ходить? Вот это ужас. Буду ли я ходить? Причем люди из одного-то уже гордо ко мне приезжают, из одного-то уже дома, из одной-то уже семьи, и у каждого вопрос. То есть, маму пропировали, дочка боится. Дочку пропировали, внучка боится. Все видят, что люди ходят, но боятся. Дело все в том, что по старым методикам, когда кости разрубали, перерубали, это был ужас. Люди ходили действительно с костылями, с гипсом, и только по одной стопе. Сейчас применяются новые лазерные методики, благодаря которым можно исправить все деформации из проколов и небольших надрезов, и люди начинают ходить через 4 часа после операции. Не, скажем так, можете ходить, а вы должны будете ходить через 3-5 часов после операции. Обычно я утром всех прооперирую, Любовь Николаевна сама это видела, и вечером я всех ставлю на ноги, мы начинаем ходить. Со следующего дня мы уже начинаем ходить совершенно спокойно, самостоятельно. Машину можно водить седьмого дня после операции, но, уважаемые некоторые мои подписчики, с четвертого дня садятся за руль. Этого делать нельзя. Это говорит о том, что можно ходить совершенно спокойно, управлять автомобилем, но это делать нельзя. За руль, пожалуйста, через неделю после операции в этой обуви. Поэтому бояться того, что вы не будете ходить, не нужно. Вы показывали, Антон Михайлович, что через несколько часов после операции совершенно спокойно человек идет по коридорчику, ну не совсем уверенно, но на следующий день все отлично. Из этого же страха вытекает следующий. Ну, жили у меня костыли, ходунки и палочка. И инвалидное кресло. Инвалидное кресло. Ну, извините, это просто, скажем так, оскорбление для методики и для доктора, потому что задача моя, что вы не ходили ни с костылями, ни с палочкой, ни тем более на кресле. Вы совершенно свободно в этой обуви будете передвигаться, так же, как и в своих обычных башмаках. У них просто конструкция немножко другая, но принцип один и тот же. Поэтому ни костыли, ни гипс вам однозначно при операциях на переднем отделе стопы будет не нужен. И наиболее страшный вопрос, что вы знаете, это все у меня вернется. Вот я и видела у этой женщины, у той и так далее. Значит, дело всего в том, что многих людей оперировали и до сих пор оперируют по старым методикам 50-х, 60-х годов прошлого века. Действительно, если мы оперируемся по устаревшим методикам, то через 3-5 лет эта деформация практически 80% снова появляется. Потому что по тем методикам стопа не восстанавливается, просто удаляется кость. Наша методика заключается в восстановлении свода стопы, в устранении самих причин плоскостопия. Данной методике уже более 20 лет. За 20 лет получено свыше 96% от лишних результатов. Что это значит? Что практически лет на 20-25 есть гарантия того, что она не вернется. Дальше мы не знаем, потому что просто не наблюдали больше этого срока. Но если сравнить 3-5 лет и у всех возвращается, и 20 лет у 96% все отлично, ну скажем так, нужно выбрать в пользу новых методов. Поэтому бояться возвращения этой, скажем так, деформации после операции не нужно. И есть не страх, а какое-то дикое заблуждение, как врач скажу. Первое. Бояться, что нужно ли мне какое время года оперироваться. Значит, от времени года ни в коем случае операция не зависит. Это можно делать и зимой, и летом, и осенью, и так далее. Я делала свой день рождения 19 февраля. У меня многие делают перед праздником, я говорю, вы все на день рождения и на праздник получите в подарок новые ноги. Да. И новую жизнь начнете с этого праздника, с нового года, и так далее. Поэтому бояться сезонности не нужно. И на каждый сезон имеется своя специальная обувь. Осенью-осеннее, весной-весеннее, зимой-зимнее. То есть на каждый сезон своя спецобувь. Противопоказаний к операции по временам года не существует. Это заблуждение, которое даже я не могу ни понять, ни прокомментировать. Антон Михайлович, еще спрашивают, выдается ли больничный? Больничный лист выдаются в обязательном порядке единовременно на две недели. Если человек проживает в Петербурге или в области, мы можем продлевать его здесь. Если он живет в других городах и даже странах, мы можем написать в рекомендациях, он будет продлевать у себя по месту жительства по тем срокам, которые ему необходимы, которые мы обговорим при выписке. Еще вопрос, Наталья Михайлович. Через какой период времени человек может выйти на работу? Я, например, вышла через неделю. Если работа сидячая, и он вовремя обратился, то через неделю-две уже можно выходить на работу. Даже, ну, вот недельку. Через неделю, если сидячая работа неделя, если человек ходит, то есть двигается, то желательно три недели побыть дома, чтобы ножки окрепли, ножки привыкли. И самое главное заблуждение, что если у вас деформация не болит, это не заслуга. Это еще она компенсирована. Поэтому нужно, не дожидаясь боли устранять. Если боль появилась, мы с вами уже разбирали, это пошел деформированный артроз, и, увы, лекарства от артроза у нас нет. Мы можем сделать идеальную вам ногу, исправить деформацию, но эта боль может даже усилиться. Поэтому, если не болит, это не повод задержать операцию, а повод, как можно быстрее выбрать нужное время и прооперироваться до появления боли. Увы, это вот так. Ну что ж, дорогие друзья, вот практически на все ваши вопросы Анатолий Михайлович такой телеграфной строкой ответил. Я же скажу, что у меня прошло пять лет уже после операции. Вы видите, какие кренделяя... Достижения, достижения. Я сам удивляюсь и потрясен. Анатолий Михайлович иногда заглядывает ко мне в Инстаграм, что я стою на носочках, стою на, значит, вот на высоких полупальцах, и у меня ничего не болит, и шишка у меня эта не вернулась, и я каждый день любуюсь своими ножками. Ну, дорогие друзья, это видео выйдет, и, пожалуйста, я укажу внизу ватсап Анатолий Михайлович, который любезно согласился для подписчиков канала бесплатную консультацию. Не стесняйтесь, пишите и звоните, всегда отвечу. Не забывайте указать, что вы от Любови Николаевны, обязательно, пожалуйста. Всего вам доброго, будьте здоровы, и пусть вам ничто не помешает, Анатолий Михайлович, оставаться красивыми, неповторимыми, но самое главное, здоровыми. Уверены походки в будущее. Да. До новых встреч на моем канале.